Всем привет, мои дорогие и любимые зрители. Ну что, спасибо вам большое за такое количество лайков в последнем видео. И я, как и обещала, снимаю подборку люксовых ароматов, которые вы должны попробовать хотя бы один раз в жизни. Ну не то, что вы прям должны, но знаете, если вы их не попробуете, вы много потеряете. Я подобрала такие люксовые ароматы, которые, знаете, мало кто, возможно, знает, да, но и также будут такие ароматы, которые всем известны, всем знакомы, и они такие, знаете, не банальные, их сразу же можно отличить от других люксовых ароматов. Люксовые ароматы славятся тем, что они такие очень друг на друга все похожие, но в люксе тоже есть парфюмерные шедевры, которые обязательно нужно попробовать хотя бы один раз в своей жизни. Итак, поехали. Первый аромат, с которым, если вы не знакомы, нужно обязательно познакомиться, это Marc Jacobs Decadence. Я обожаю этот аромат носить осенью. Это такое нуарное настроение, это слива, это шафран. Это, знаете, такая сладкая томная пудра. Здесь что-то такое, знаете, пронзительное, пудровое и сладкое. И осенью это очень красивый аромат, обожаю его носить, и мне нравится очень это название, этот период Decadence. Поэтому первый аромат, если вы его не пробовали, обязательно попробуйте, хотя он сейчас снят с продаж, но где-то, возможно, можно на авиад, там где-то с рук его приобрести или хотя бы купить от Levante. Marc Jacobs Decadence. Следующий аромат, который нужно обязательно попробовать, это Moschino Fresh Couture Gold. Такая, знаете, отталкивающая упаковка, отталкивающий флакон, потому что это что-то, знаете, какая-то бытовая химия. Какие же здесь могут быть ароматы? Но на самом деле, как для люксового аромата, это очень классный парфюм. Он такой яркий, задорный, радостный, здесь есть и груша, и мандарин, манго, белый персик, орхидея и даже лист ревня. В общем, очень классный аромат, очень необычный, как для люксового аромата, Moschino Fresh Couture Gold. Обязательно нужно попробовать. Следующий аромат, который обязательно нужно попробовать, это Chanel Gabrielle версия Essence. Ну, также можно попробовать обычную Chanel Gabrielle, но Essence это более плотный, более такой насыщенный аромат. Я не являюсь фанаткой ароматов Chanel, но отдельные ароматы мне очень нравятся. И в основном ароматы, которые мне нравятся в Chanel, это ароматы нового издания. Это Chanel Chance, Eau Fresh, там Eau Viv, и также мне нравится 2019 года парфюм Chanel Gabrielle Essence. Это совсем не те, знаете, бабкинские сундуки Chanel номер 5. Это абсолютно универсальный, такой, знаете, современный аромат. Если вы никогда не пробовали его, обязательно попробуйте, возможно, он вам очень понравится. Но при этом он такой, знаете, легкий, летящий, в общем, чувствуется какая-то, знаете, такая стать дома Chanel в этом аромате. Он все-таки непростой, как казалось бы на первый взгляд. Chanel Gabrielle Essence. Кстати, в комментариях под последним видео мне писали, что еще хотели бы такую подборку среди бюджетных ароматов. Поэтому, если вы тоже хотите увидеть такую подборку от меня, ароматы в бюджетном сегменте, которые обязательно нужно попробовать хотя бы один раз в жизни, поставьте лайк на это видео, если мы соберем много лайков. Я обязательно такое видео сниму, тем более у меня есть парочка таких, знаете, новеньких бюджетных ароматов, которые я еще ни разу не показывала, которые обязательно нужно попробовать. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Еще один аромат, который обязательно нужно попробовать, это Givenchy Angel and Demon Secret. Он тоже снят с продаж, но вообще вся линейка Angel and Demon Givenchy, это просто замечательные, знаете, узнаваемые ароматы. В люксе, я считаю, это шедевральные ароматы. Конкретно Givenchy Angel and Demon версии Secret в парфюмерной воде. Очень такой яркий, легкий, веселый, радостный аромат, потому что здесь есть клюква, чайный лист, лимон и даже водяная лилия. Это такой, знаете, свежий, такой тропический, можно сказать, аромат, очень веселый и радостный. Обязательно нужно попробовать хотя бы какую-нибудь версию Ангела и Демон Givenchy, потому что это просто шедевральный аромат, очень узнаваемый. Если вы по какой-то причине до сих пор не пробовали, нужно обязательно попробовать. Также в марке Givenchy обязательно нужно попробовать, если вы не пробовали, это Dalia Divine, божественный георгин. У меня здесь версия Niktar. Здесь такой, знаете, красивый цветочный аромат. Здесь мимоза, роза, жасмин и все это на ванильной такой сладкой базе из ванили и бобов тонко. За счет такой благородной базы этот аромат очень красиво звучит, он звучит очень нишево, он даже похож на Indian Dream Mancera. Некоторые так считают, я тоже так считаю, но все-таки Mancera, она более глубокая, многогранная, этот более такой с одного бока аромат, грубо говоря, похож на Indian Dream. Но тем не менее, как для люксового аромата, это очень красивый аромат для тех, кто любит такие, знаете, цветочные ароматы с очень плотной сладкой базой. Далее Divine Givenchy. Также нужно обязательно попробовать, если вы никогда не пробовали, Gucci Guilty Black версии. То есть, именно версия Black, это не обычная версия, как в золотом флаконе, который у меня стоит там под каким-то колпаком, а именно Black версия Gucci Guilty. Очень благородный аромат, здесь малина, розовый перец, красные ягоды, сирень, фиалка, красная смородина. В общем, очень красивый аромат, мой один из любимейших ароматов в люксе, любимейший аромат у Gucci. И этот аромат получает массу комплиментов. Я им давно, кстати, не пользовалась, надо возобновить этой осенью, буду поливаться. Gucci Guilty Black. Также у Gucci есть классная линейка, Gucci Bloom. Там каждый найдет для себя свой аромат, но мой любимчик, и обязательно я считаю, что нужно его попробовать, это Gucci Bloom Nittari de Fiori. Здесь тубероза, жимолос, жасмин и османтус, и еще много разных нот, но в общем, это очень красивое сочетание, как в люксе, тубероза и османтуса. Ну и вообще красивый аромат на тему османтуса в люксе. Gucci Bloom Nittari de Fiori, вот если вы ищете что-то красивое, цветочное и такое благородное в люксе, попробуйте этот аромат. Среди парфюмерии Айрин, это внучка Эстелаудер, обязательно нужно попробовать аромат Амбер Маск. Здесь мускус, амбраксан, кокос, сандал, ландыш и бензоин. Этот аромат просто невероятно пахнет. Это абсолютно не мускусный аромат, да, как может показаться на первый взгляд. Это очень такой, знаете, сливочный, какой-то вот такой лактонный, кокосовый парфюм. Но при этом в нем есть и какая-то, знаете, такая чистая струя, чистый ручеек как будто бы. Но при всем этом чистом ручейке есть еще такая плотная сливочная база, которая присуща всей парфюмерии марки Айрин. Кстати, вдохновением для парфюмерной коллекции Айрин послужили ткани, которые она использовала в своих работах. И каждая коробочка Айрин, каждый аромат имеет свою вот такую расцветку, которая изображает ткани, да, которые были в работах Айрин. В общем, обязательно нужно попробовать Амбер Маск Айрин. Еще обязательно нужно попробовать аромат Йоджи Ямамото Фэм 2013 года. Это чистая радость во флаконе. Это груша, бергамот, черная смородина, легкие цветы, такие как жасмин и ландыш в сердце, и гелиотроп, сандал, мускус и кедр в базе. Просто невероятный аромат, всегда мне поднимает настроение. Если вы хотите попробовать что-то такое яркое, радостное, и то, что не будет вас напрягать, то, что будет поднимать вам настроение, подойдет под любое событие, попробуйте обязательно, попробуйте Йоджи Ямамото Фэм 2014 года. Кстати, я продаю парфюмерные дубли этого аромата, и также еще несколько десятков флаконов. Если вы хотите приобрести что-то из моей личной парфюмерной коллекции, обязательно пишите мне на почту или ВКонтакте. И, конечно же, хотя бы раз в своей жизни нужно попробовать ароматы Нарцисса Родригес. У него появилась очень классная новинка 2021 года, маск Нуар Фахё. Здесь слива, мускус, гелиотроп и замша. Это очень классный, как для люкса аромат, но, в принципе, вся парфюмерия Нарцисса Родригес, это, можно сказать, ниша в люксе, а конкретно этот аромат, это, знаете, такая фантазия на тему сливы и замши. Очень популярна вот эта тенденция, разные фрукты, ягоды, малина с кожей, с замшей, вишня с кожей, с замшей, а теперь слива. С замшей это все в люксовом исполнении, очень красиво звучит, особенно летом. Ну и осенью также будет красиво, я думаю, звучать, и зимой тоже. Обязательно попробуйте, если вы никогда не пробовали. У Нарцисса Родригес масса интересных ароматов, но вот именно ознакомиться я советую вам с последними новинками, это маск Noir 4 Heo. И еще одна такая новинка у Нарцисса Родригес, относительно новинка 2020 года, это Pure Mask 4 Heo Нарцисса Родригес. Есть обычный Pure Mask, а это именно версия Absolue. Здесь и ланг и ланг, жасмин, мускус и в базе кедр. Но это все так красиво звучит, абсолютно, знаете, не похоже на эти ноты. Это что-то такое, знаете, холодное, и в то же время свежее, и теплое, и такое какое-то душевное. В общем, очень интересный аромат, абсолютно он какой-то, знаете, не химозный, но при этом он не плоский, он интересный, и абсолютно, знаете, не в таком прямом, каком-то монотонном звучании мускуса. Здесь этого нет, здесь все очень красиво, и это, знаете, такой больше аромат белой рубашки. Обязательно нужно попробовать Pure Mask Нарцисса Родригес. Джорджи Армани в 2021 году выпустили аромат, который обязательно нужно попробовать, это Терра Де Джио. Очень радостный аромат, здесь груша, мандарин, жасмин, цветок миндаля, амбрвуд и мускус. И знаете, что-то в этом аромате есть очень небанальное. В общем, если искать что-то небанальное в люксе, попробуйте Армани Терра Де Джио, я даже не могу описать, на что это похоже. Какое-то миндальное дерево, какая-то деревяшка, возможно, даже немножко обугливающееся. Вот знаете, какая-то теплота огня здесь чувствуется. Возможно, теплота земли, знаете, вот это ядро. Внутри земли, в общем, очень тёплый аромат и очень необычный, как для люкса, абсолютно небанальный. Джорджи Армани Терра Де Джио. Также обязательно нужно попробовать Metallic Tom Ford. Это, так скажем, люксовая его линейка, и для каждого отдельного человека этот аромат звучит по-разному. Здесь, знаете, такой бронебойный аромат. Здесь очень много всего намешано. Это и перуанский бальзам, и боярышник, и альдегиды, и бергамоты, и розовый перец, и амбретто. В общем, для каждого он по-разному звучит. Кто-то чувствует в нём сгущенку, кто-то чувствует в нём какие-то деревяшки, кто-то чувствует в нём какой-то бальзам аптечный. В общем, вы очень будете удивлены этому аромату, и несоответствие, возможно, ваших ощущений от этого аромата, несоответствие ваших ощущений и отзывов на этот аромат. В общем, такой очень противоречивый аромат, но как для люксовой линейки Tom Ford достаточно хорошо выполнен, и он очень популярен, очень многие его любят, но у меня он стоит, я им не пользуюсь. В общем, очень небанальный аромат. Ещё обязательно нужно попробовать Cartier Carat. Очень красивый, лёгкий, радостный весенний аромат на тему кучи-кучи разных цветов. И гиацинт, и мимоза, и тюльпан, и лилия, и нарцисс, и жимолость, и фиалка. В общем, очень много цветов. Очень лёгкий, красивый, радостный, звенящий аромат. Очень задорный, очень яркий, искрящийся. Больше, конечно, он, наверное, подойдёт на весну. Для лета он даже, наверное, черчур будет ярким, а для зимы он будет каким-то чересчур цветочным. Но попробовать обязательно нужно, потому что очень красивый аромат. Cartier Carat. И раз мы заговорили о ювелирных марках и о парфюмах ювелирных марок, то обязательно нужно попробовать Шаппар Мель Д'Араби, арабский мёд. Здесь специи, мёд, гранат и чай. Просто невероятный аромат. Он вроде бы как и сладкий, вроде бы как и свежий. Вроде бы как и хвойный, знаете, ёлочки, иголочки, сосны. Что-то такое хвойное лесное присутствует. Но и ещё есть чай, да, он чувствуется, есть мёд. В общем, очень интересный аромат. Он, знаете, на такой грани с ретровости какой-то. Ну, это вроде бы как какое-то современное звучание. Для меня лично, вы знаете, вроде бы как на какой-то грани с ретро. С другой стороны, это достаточно очень современное звучание. В общем, очень небанальный аромат. И если вы никогда его не пробовали, обязательно его попробуйте. Возможно, вы найдёте что-то очень необычное для себя в категории люксовой парфюмерии. Кстати, напишите мне в комментариях свои ароматы, по вашему мнению, которые обязательно нужно попробовать хотя бы один раз в жизни, тем людям, которые о них не знают и которые их никогда не пробовали, да. И они много потеряют, да, если они эти ароматы не попробуют. Ставьте лайки, если хотите видео про бюджетные ароматы подобного плана. Ну и просто ставьте лайк, если вам так хочется. Я вам буду очень благодарна. И подписывайтесь на канал. И встретимся в следующих видео. Всех целую. Всем пока-пока.